Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приехали в Александровку. Этот поселок находится на линии фронта. И мы проведали несколько семей. Две многодетные, у которых четверо детей. И мама-одиночка, у которой двое деток. Вот не всех мы взяли деток, кто-то еще в школе. Сегодня благодаря одной жительнице России, Марку Вовильде, мы привезли вам многодетные по два продуктовых набора, а маме с двумя детками один. Скажите, вот был минский, сейчас нормандский формат, да? Сильно перед ним стреляли здесь? Да, вчера очень сильно было слышно. И позавчера стреляли. А вчера? Вчера было очень хорошо слышно. Так уже минский формат, уже... А кто соблюдает? У них наоборот, когда перемирие, начинают самое большее стрелять после перемирия. Так получается, что никто ничего не... Только ДНР соблюдает, а Украина разве соблюдает? Там главный не президент, у них главная нацгвардия. Вот, вы видите мнение жителей Донбасса. Они совпадают и с моим мнением. Дело в том, что, к сожалению, в Украине не правят президенты и тому подобное. Те, кто стоит за ними, как кукловоды дергают за ниточку и не дают спокойно жителям Донбасса жить. Вот этим прекрасным деткам, которые находятся под постоянным обстрелом. И мне очень печально, конечно, что эти дети живут и прячутся иногда под подвалом. Им очень и очень трудно. Спасибо Маркову Вильде. Спасибо, друзья, что помогаете. Мы надеемся, все же война прекратится и будет все хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое.